Мне просто поражает избирательность, как этот список составлялся. Есть целая группа бизнесменов одесских, которые очень тесно работают, например, северотерминалом. Это Труханов. Труханов – это человек, с которым странным образом, мне не понятно. Это же мэр. Да. С Трухановым договорился в Киев. И Труханову назначили там людей, Труханову обеспечили защиту, в том числе Труханову, видимо, обеспечили то, что его бизнесмен не попадает в этот список. Например, есть такой Прузовский. Все время, когда Прузовского тоже мы убрали из Одессы, то наши таможники просто кидались на колени, бросались, говорят, только нас найдут всех в мертвых камышах. Обычный просто бандит. В этот список не попадает табуничек. В этот список не попадает настоящий владелец одесской таможни Денис Аменев. Но Денис Аменев работает через евротерминал тоже. И Денис Аменев связан с этой группировкой, поэтому СБУ его не трогало. Значит, потом сюда не попал Макаренко, бывший начальник таможни, у которого есть точно такая логистика. Почему Макаренко сюда не попадает, мне непонятно. Хотя он во много раз крупнее, чем Орест или многие из тех, которые сюда попали. Сюда не попал Максим Бабич, тоже другой одессит, который связан с Трухановым из компании. Сюда не попал господин Шлюсарев Вадим, он связан с кореш господина Трофимова. Сюда не попал Александр Акст. Это человек, который сейчас самый большой поток идет через вот его так называемую почтовую посылку. На самом деле это никакой не почтовый оператор, это обычная просто рога и копыта компании. Настоящим руководителем, чтобы понимать, украинской таможни, которая работает под СБУ, является некий Александр Ивашкович. Александр Ивашкович это человек, который контролирует IT-систему таможни. То есть он может, любой груз может чудесным образом испариться через IT-систему, останавливаться, ускоряться, любая система может меняться. И Ивашкович работает при всех, поменяет он еще таких штук 50 начальников таможни, и он будет все контролировать. Вот и вся история. Извините, министр финансов, почему его здесь нет? Может быть, чтобы мы два года говорили, или год последний, пока он работает, что у нас крадутся столько миллиардов, и этот человек работал еще министром финансов. Объясните мне это чудо. Каким образом этот человек, который ни разговаривать не умеет, ни никогда умного вещи от него никто ни разу не слышал, ни одной положительной идеи не слышал, все начинания блокируют. И плюс он и все его министерство полностью связано с системой коррупции, продолжает работать с министром финансов. Объясните мне это чудо. Кто в этой стране доволен? Им, кроме кланов, которые делают деньги на эту систему. Нет, это не вы. Это точно не вы. Потому что система очень простая. Шесть месяцев, если министр ничего полезного не сделал для людей, хоть одного человека нет, который сказал, что он сделал что-то полезное, этого министра выгоняют. Все это место пусто не бывает. Сегодня будет Фирманюк, завтра будет Альпелин, послезавтра эти все люди, которых мы называем. Государственная система полностью прогнила. Мы позволяем украинским чиновникам иметь просто население. Но так не может быть. Неужели у нас у всех нет чувства гордости, и что мы не должны этого терпеть? Ситуация очень простая. Есть выход по таможне. Девять месяцев тому назад Национальная Рада реформ утвердила реформу таможни, по которой любой контейнер зайдет, меньше 5% контейнеров досматривается, потому что это система оценки риска таможни. Вообще ничего не делает. Система так выстроена, что если он обманет на уходе, то он где-то его поймает, например, в Одессе обманул в Днепре, и он будет такой штраф платить, что нет смысла. Но при таких тарифах работать тоже нет смысла в этом согласиться. Тарифы надо снижать, но зато обороту расширять, обелеть, чтобы это все обелелось. Эта система готова. Нужна политическая воля. Иначе мы будем каждый раз устраивать шоу, каждый раз будем переделывать бизнеса. Это передел бизнеса, передел контрабандного бизнеса. Нету здесь никакой борьбы. Давайте будем говорить как есть. Я поддерживаю каждое слово, которое сказал Михаил Сахашвили. Что вы находились и свечку держали там. Где все эти люди? Сави, где эти люди, которых перечислил Михаил Сахашвили? Они с коррупцией и контрабандой борются через то, что говорил пан Сахашвили. Он говорил про то, чтобы убрать людский фактор с таможней, с митницей максимально. И это действительно работает. Мы тут можем биться политически, кто правый, кто лучший герой. Но пока мы не начнем работать с митницей и уменьшить возможность для людского фактора сделать решение, которое позволяет контрабанду, мы будем тут встречаться роками за роками. И тут я погоджуюсь с Михаилом Николозовичем, который сказал про то, что мы очень переживаем, что оно на самом деле не помножило в нуль основные санкции, которые были приняты, которые на самом деле очень важны и основные для пятой колонии, которая сейчас действует в Украине. А контрабанда в таких махровых масштабах, которые есть, про которые Михаил Николозович нам в том числе рассказал, как святок того всего, а который боролся с этим в Одессе в том числе, вона набывает таких масштабов, что это загроза национальной безопасности.